Инвестиции в понимание, сочувствие и пушистость Инвестиции в понимание, сочувствие и пушистость Как и почему граждане полюбили тратить на домашних животных 1. Коммерсант от 20 апреля 2019 года, 13.35 Если в вашей семье нет кошки, собаки или другого домашнего животного вы в меньшинстве В большинстве российских семей они есть На домашних любимцев жителей России тратят около 1 ТРЛН рубль в год Этот показатель в обозримом будущем будет только расти Как растет и число домашних животных, на радость не только владельцам, но и компаниям Предлагающим товары и услуги для кошек и собак В происходящем разбирался обозреватель твердый знак Алексей Алексеев Революция кормов В самом начале 90-х годов рекламный слоган, крутившийся круглые сутки по телевизору Стал лозунгом самой настоящей революции Ваша киска купила бы Уискер Сама идея специального товара для животных казалась В те голодные для страны годы Противоестественной Во все прошлые времена кошки и собаки довольствовались тем, что не пригодилось человеку Чем кормить? Тем, что не доели люди Предел мечтаний пса вкусная косточка Так учили детские книги и мультфильмы Коту полагалось мечтать о сметане Классическим наполнителем для кошачьего туалета была старая газета Самодельный комбинезон для собачки вызывал у окружающих не самые доброжелательные комментарии Игрушка для котенка изготавливалась из тетрадного листка и нитки Они покупались в магазине О когтей и дербках, противоблошенных ошейниках, собачьих и кошачьих игрушках, лежаках и переносках никто и слыхом не слыхивал У котов и кошек было перед собаками заметное преимущество, поскольку они считались во всех смыслах слова домашними животными Они имели право жить в доме, но к праву добавлялась обязанность ловить мыши даже если это городская квартира, в которой их могло и не быть Какие новые правила ввели для владельцев домашних животных? Представить себе магазины и отделы товаров для домашних животных Или то, что если в супермаркете стоит очередь, то кто-то в ней почти всегда покупает собачий или кошачий корм Горожане все чаще слышат от знакомых Мы завели себе котика Вариант, взяли еще одного котика Молодая пара живет вместе, о свадьбе пока не думает, о детях тем более Но котик или собака в квартире уже есть Портрет среднестатистического собака и кошка владельца нарисовать уже невозможно Он может быть любого пола, возраста, общественного положения Если собаки еще иногда кому-то что-то должны Старожевые породы не выходят из моды То на смену котам, ловившим мышей, пришли коты Чьи фотографии хозяева постят в социальных сетях Собирая лайки и умильные комментарии Несосчитанные хвосты и учтенные расходы на них Статистика знает не все Не знает она, например, сколько в России домашних животных Понятно, что аквариумные рыбки, морские свинки и хомички с их ускоренным циклом размножения и ранней смертностью плохо поддаются статистическому учету Но разногласия есть даже по поводу точного числа кошек и собак Согласно исследованию, проведенному компанией Mars Petcare Совместно с Яндекс.Маркетом и опубликованному в октябре 2018 года В российских домах живет 33,7 миллиона кошек и 18,9 миллиона собак Данные исследовательской компании Майя 2018 года Совсем другие 23,4 миллиона кошек и 16,5 миллиона собак Третьи цифры можно обнаружить в исследовании компании Подготовленном в 2010 году в России По разным оценкам Насчитывается 25-30 миллионов домашних кошек и примерно 20 миллионов собак Исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных А.П.К. Федор Борисов в интервью РБК в 2016 году говорил Точного учета числа в России никто не ведет Приблизительное количество собак 15-20 миллионов Кошек 30 миллионов Фото Анатолий Жданов, коммерсант При этом, по данным опросов Левада Центра В 1996 году об отсутствии домашних животных в семье заявляли 37% опрошенных В 2007-м 39%, в 2011-м 38%, в 2014-м 41% Статистическая погрешность этих исследований не превышает 3,4% Но если нельзя посчитать домашних животных, то деньги, которые на них тратятся, посчитаны очень хорошо С.М. График Все участники рынка солидарны в том, что есть непрерывный устойчивый рост, который продолжится и в ближайшие годы Кошкам и собакам оказался не почем даже валютный кризис 2014-2015 годов В денежном выражении рынок кормов для домашних животных в 2014-м по сравнению с докризисным 2013-м вырос в 92,2 миллиарда рублей До 106,5 миллиарда рублей, то есть на 15,5% Сравним эти цифры с данными Растата по обороту розничной торговли продуктами питания, не включая напитки и табачные изделия, за те же годы 2013-й год 7,4 ТРЛН рубль 2014-й год 8 ТРЛН рубль Двумя крупнейшими игроками российского рынка кормов для домашних животных являются компании Mars, бренды Pedigree, Whiskers, Royal Canaan, ИДР, и несли Россия, бренды Purina, Friskies, Felix, ИДР Твердый знак спросил у их представителей, почему в России так любят домашних питомцев Есть ли вообще какие-то национальные особенности российского кошка и собаковладения? Представлен перечень животных, которых нельзя держать в квартире И вот что ответила Ольга Кострова, директор по маркетингу Mars Petcare В России, на протяжении последних 20 лет очень сильно трансформировалось отношение к домашним животным в России Раньше это был в большой степени утилитарный подход Но с каждым годом домашние звери все больше воспринимаются как члены семьи А владельцы себя характеризуют в качестве родителей Если раньше, в момент становления категории кормов, коммуникация имела высокую рациональную составляющую Например, в Pedigree мы рассказывали о полнорационных кормах, об их пользе, привлекали экспертов Теперь, когда категория стала более зрелой, на первый план выходят эмоции и ценности К примеру, платформа Pedigree Тем, кто делает нас лучше построена на том, что собаки делают нас лучше Возвращают к нашему изначальному состоянию Что собаки не делают различия между владельцами Хороший это человек или какой-то иной Они любят нас абсолютно Безусловно И поэтому мы в ответ делаем так, чтобы было лучше им Такой подход находят очень сильный эмоциональный отклик у людей Об особом отношении россиян к домашним животным говорит Виктория Васякина Руководитель управления по корпоративным коммуникациям Несли Пурина Петкер в Восточном регионе Россия, страны СНГ, Украина, Турция, Израиль Приведу самые интересные из результатов исследования общественного мнения россиян На тему отношения населения к вопросам содержания домашних животных и их роли в жизни человека В ЦИОМ, октябрь 2016 года 90% россиян признались, что любят собак и кошек независимо от того, есть ли у них собственный питомец или нет У 60% респондентов есть четвероногие друзья 96% участников исследования разделяют мнение, что собаки и кошки делают своих владельцев счастливыми 68% россиян, у которых пока нет домашних животных, хотели бы их завести при более благоприятных условиях Питомцы помогают в воспитании детей 92% участников исследования уверены, что наличие в семье кошки или собаки делает ребенка более счастливым и общительным 91% россиян уверены, что наличие в доме питомца прививает детям чувство ответственности 83% опрошенных считают, что домашние животные способствуют более быстрому развитию ребенка 7% населения полагают, что любовь к животным нужно прививать с детства, в семье 69% образовательном учреждении 12% или в обоих институтах 5% Пожалеть или полюбить? Итак, согласно опросу в ЦОМО, 68% россиян, у которых пока нет домашних животных, хотели бы их завести при более благоприятных условиях Колеблющихся лидеры рынка готовы убеждать В 2007 году бренд Pedigree запустил в США рекламную кампанию Dogs Rule, оказавшуюся невероятно успешной Реклама била на жалость, показывая несчастных собак в приюте и призывая сделать пожертвования, чтобы помочь им найти новых хозяев Фото, Александр Петросян, коммерсант Сейчас в России оба ведущих производителя кормов для домашних животных активно сотрудничают с благотворительными организациями Помогающими бездомным животным На рекламных счетах и остановках общественного транспорта в Москве часто можно увидеть рекламу этих фондов, призывающую взять домой собаку или кошку из приюта или оказать финансовую помощь По словам представителей, их компания чаще всего взаимодействует с тремя крупными благотворительными фондами Фонд «Подарок судьбы» проводит фестивали всем по собаке и всем по котику На них можно не только выбрать себе домашнее животное и взять его в семью, но и получить консультацию по правильному уходу или просто помочь фонду кормам, деньгами Фонд «Продовольствие Русь» помогает приютам в регионах Компания «МАЗ» передает ему корма и оказывает информационную поддержку У фонда помощи бездомным животным «Рэй» есть проект под названием «Школа волонтера» Участники проекта посещают фабрики «МАЗ Пэткер» Узнают о процессе производства корма, общаются с ветеринарными врачами и другими специалистами Несли Россия называет своими ключевыми партнерами благотворительный фонд «Дарящий надежду» Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» и благотворительный фонд «Ника» По словам Виктории Васякиной, с 2014 года при содействии «Пьюрина» свой дом нашли уже более 2500 бездомных животных В России передовой американский опыт не стали применять напрямую Приюты да, жалость нет Ольга Кострова говорит, что мы осознанно решили фокусироваться именно на позитивной стороне вопроса поиска семьи для собаки из приюта А не базироваться на страхах, жалостей или другой трагической составляющей Госпожа Кострова называет рассказ о том, что есть хорошего и как человек может поучаствовать в жизни животного из приюта Собаки делают нас лучше, а мы делаем лучше для них Это лежит в основе нашего бренда Это как раз та территория, на которой мы очень хорошо можем иллюстрировать эти ценности В России говорить об этом в позитивном ключе, поясняет Ольга Кострова И в США тематика перешла в гораздо более позитивную, жизнеутверждающую, с фокусом на том, какую роль эти собаки играют в жизни владельцев и как они дальше живут вместе Анастасия Тимошина, директор по корпоративным отношениям Mars Petcare, в России, добавляет, к вопросу о жалости против позитива Ты берешь собаку домой не для того, чтобы плакать, а чтобы вместе жить Хотя, конечно, весь спектр эмоций будет присутствовать на том или ином этапе С ними солидарная Анна Исакова, операционный директор фонда «Подарок судьбы» Мы не про жалость, не про горе, не про слезы Мы не публикуем у себя жалостливые истории, мы такого не любим Мы не любим, чтобы люди брали животных из жалости, а потом понимали, что это им не нужно Дети из сети С просьбой сына, дочки, папа, мама, давай заведем собачку, кошечку Сталкивались, наверное, почти все родители На мероприятиях по пристройству бездомных кошек и собак самые частые посетители родителей с детьми А современного ребенка сложно себе представить без смартфона в руке Поэтому будущее собачьего кошачьего населения России во многом зависит и от детей, и от того, что они прочтут в своих смартфонах Неудивительно, что лидеры рынка товаров для домашних животных подумали и о том, и о другом У. Пьюрина Школьная образовательная программа «Мы твои друзья» У. Педагри Проект 1А в класс Онлайн-поиск хозяев животными с приюта У. Пьюрина Сайт «Друг для друга» У. Педагри И. Уискерс Сайт «Хозяйка моей мечты», помогающий животным из пяти приютов Москвы и Московской области найти свой дом Обе компании также предлагают в интернете советы по ответственному собаке или кошковладению Консультации ветеринара Фото Петр Косин Коммерсант Ребенок, который хочет завести домашнее животное, может не знать названий транснациональных корпораций, чью продукцию будут потом покупать родители Но, скорее всего, он будет знать, кто такая Элиди Элиди Блогер, рассказывающая о своих питомцах громадной аудитории У канала Элиди Петс В. Ютюб Более трех миллионов подписчиков В. Инстаграм Минус 1,6 миллиона В социальной сети ВКонтакте около 150 тысяч При этом она не проект какого-то бренда или рекламной кампании Элиди сперва начала снимать ролики про свою собаку и выкладывать их в сеть А уже потом появились рекламные агентства и рекламодатели Рассказывает Ярослав Андреев, основатель и исполнительный директор агентства блогеров Wild Jam Работающего с Элиди, в нашей сфере все настолько динамично, что уже не вспомню, когда именно мы начали сотрудничество с каналом Эли Точно помню, что уже тогда ее канал набирал уверенно большое количество просмотров и была позитивная реакция аудитории Фото Виталий Волобуев Коммерсант число домашних животных и рынок товаров и услуг для них растут во всем мире Рост в основном обеспечивают кошки из Китая, Южной Кореи и других стран Юго-Восточной Азии По данным Eurominator International, за последние пять лет этих кошек стало на 6% больше и хозяева стали их лучше, то есть дороже кормить А глобальный рынок товаров и услуг для домашних животных с 2013 года вырос на 31%, что является самым высоким показателем в потребительском секторе Годовой оборот рынка составил в 2018 году 125 миллионов долларов Если добавить к этому расходы, не связанные со специализированной продукцией и услугами, а потом перевести в рубли, то получится уже не российский триллион, а цифра, близкая к квадриллиону По мнению психолога, доцента МКПО, автора книги «Искусство» добиваться своего Сергея Степанова Усиление общения современных горожан с четвероногими настораживающий симптом нарастающего отчуждения среди двуногих К тому же в мегаполисе утоление любых наших потребностей приходится заслуживать нелегкими усилиями, часто кривя душу и терпя чужие нападки, а потребность в бескорыстной привязанности, безусловном принятии, искренней нежности и вовсе остается неутоленной Психолог считает, что речь идет о восполнении дефицита, всем своим поведением, даже одним своим присутствием они повышают самооценку хозяев Александр Гагарин, профессор Института общественных наук Ранхикс, уверен в том, что речь о так называемых социально-психологических эффектах С животным, например, можно общаться в трудную минуту так, как нельзя это сделать с человеком, например, доверить свои тайны Ведь иногда у человека возникает желание выговориться Компенсация, замещение партнера по общению, ситуативная, но эффективная Одновременно в мире, и Россия не исключение, наблюдается еще один процесс эпидемии одиночества Растет число одиночных домохозяйств По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, в стране было 11,8 миллиона домохозяйств, состоящих из одного человека По данным переписи 2010-го уже 14 миллионов В докладе Организации экономического сотрудничества и развития, АЭСР, будущей семьи до 2030 года прогнозируется рост таких хозяйств во всех странах АЭСР Не пропустите самое важное от «Твердый знак» в Google Новостях